Добрый день, дорогие друзья! С вами Вера Хортон на Белдиаспора ТВ. У нас сегодня в гостях Ольга Величко. Она работает в Гродницком детском хосписе, вот тот хоспис, который закрыт, и мы сегодня хотим с ней поговорить, спросить у нее вообще, что за ситуация в хосписе в Беларуси. Ольга, вам слово. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Да, всем добрый день. Наш хоспис работает в Гродно. Это детский хоспис. Мы работаем 13 лет. Мы являемся сервисной организацией. Перед нами стоят две таких больших задачи. Первая задача. Мы стараемся с каждым годом оказывать услуги тяжело и безнадежно больным детям и их семьям, используя новые подходы, инновации, технологии для того, чтобы как можно меньше детей выезжали, например, за границу, за реабилитацией. Мы для этого делаем очень много усилий, чтобы наши сотрудники обучались. И все эти новые технологии, инструменты, которые появляются в мире в работе с тяжело больными детьми, они приходили в Гродненский детский хоспис. Это наша такая первая большая задача. И вторая наша задача, над которой мы работаем, это адвокатирование прав семей, которая воспитывает тяжело больных детей. То есть, другими словами, мы стараемся изменять ту государственную систему, которая есть выставленная, и те стандарты, которые есть выставленные где-то там 70-х годов прошлого столетия, для того, чтобы эти стандарты изменялись, и те юридические подходы к оказанию социальных услуг тяжело больным детям, чтобы они изменялись. Исходя из второй задачи, которую выполняет наш Гродненский детский хоспис, у нас всегда были такие сложные взаимоотношения, деловые сложные взаимоотношения с органами местной власти, например. Мы всегда были такими антагонистами. Мы всегда стремились к тому, чтобы органы местной власти, они работали на то, чтобы тяжело больные дети, они получали больше, чем они получали, например, год назад. Такими хорошими примерами является то, что в прошлом году нам удалось добиться того, что город Гродно является единственным городом в республике, где несколько услуг финансируются через государственный социальный заказ, то есть из бюджета. Это такие большие-большие достижения. То еще, чего мы добились, и так я очень надеяла, что нам удастся, у нас были большие проблемы с помещением, мы в маленьком помещении очень находились и находимся. И мы добились того, что наш областной исполнительный комитет ходатайствовал перед тогда президентом, чтобы внести нашу организацию в список и чтобы предоставлять нам помещение в аренду бесплатно, чтобы мы не платили аренду за это. Это тоже очень важно, потому что мы выполняем часть функций, которые декларирует государство, и тогда от государства должна быть компенсация, по крайней мере, в виде предоставления бесплатного помещения. В связи с этим у нас были разные сложности. Например, в начале этого года, после тех всех достижений, которые я описала, была анонимка. Прокуратура решила, что по этой анонимке нужно провести проверку. В начале этого года с января месяца по март месяц проходила проверка в нашем хосписе. Мы проверяли все, что можно и не можно, потому что по санкции прокуратуры была проверка. Но по факту сказали, что никаких у нас нарушений, в том числе, например, по использованию спонсорской помощи, по использованию оборудования, каких-то хозяйственных деятельностей у нас нет. Оля, скажите, пожалуйста, сейчас я вижу, что в прессе печатается, что Лукашенко, то есть его правительство, будет получать огромнейший кредит от Мирового банка в 100 миллионов. То есть там какая-то вообще безумная сумма долларов они будут получать на реформацию образования, на реформацию образования вузов, каких-то лабораторий. Скажите, пожалуйста, а до вашего хосписа, как вы думаете, какие-то деньги вообще дойдут? — Слушайте, я вам расскажу такую историю. Я такой человек довольно прямой, расскажу так, как есть, бытовым языком, без большой терминологии. У меня двое детей. Один ребенок в девятом классе, мои личные дети. Второй ребенок в четвертом классе. 22 октября я написала заявление в школу о том, что прошу организовать всем дистанционное обучение. На следующий день мне пришел ответ. Они даже не попробовали организовать элементарную историю с дистанционным обучением, потому что у нас тут коронавирус гуляет, ходит. Дети как ходили в школу, так и ходят. Никаких попыток школы для того, чтобы организовать дистанционное обучение, ну просто это в нуле. А если говорить про математику, у нас есть отрицательные числа. То есть ноль — это хорошо. Я написала эту бумагу в областной отдел образования. Никакого ответа в нарушение сроков. Они там должны в течение 15 рабочих дней предоставлять ответ. Вот уже пришло этих и 15 дней, и 30 дней прошло. Ничего. Я написала в Министерство образования, и мне кажется, я бы... Если я могу повлиять на принятие... Я не знаю, могу ли я принять на принятие... Вот эти люди, которые предлагают Беларуси вот эти деньги, люди, пожалуйста, ну я не знаю, я скажу таким простым языком, побойтесь Бога. Эти деньги уходят в никуда. Эти деньги не идут никуда. Открытым текстом. Они закупят какие-то компьютеры, будут организовывать какие-то непонятные вещи. Для того, чтобы понять, как реализовывать деньги, нужно изучить потребность целевой аудитории. То есть понять, какая проблема есть в системе образования. То есть они этим не занимаются? Нет. То есть они будут закупать какие-то компьютеры очередные, доски какие-то. То есть улучшать эту материально-техническую базу к людям, к родителям и к детям это вообще просто не попадёт. Я вас прошу, пожалуйста, не надо это делать. Ну я тоже так думаю. Это является просто предлогом. И скажите, пожалуйста, а что вообще вот они сделали? Что власти сделали для этого детского хосписа? С прошлого года… Нет, не с прошлого. С этого года… В прошлом году я сражалась с ними за то, что мы должны получать финансирование на заработную плату работникам не только за счёт пожертвований, а за счёт того, что это должно платить государство так, как положено в любой другой стране. Сегодня у нас два сотрудника получают чистыми деньгами на руки 204 рубля. 204 рубля – это где-то 70 евро. 70 евро получается? Одному сотруднику, и 70 евро платят государство второму сотруднику. Это сегодня 140 евро. Ну плюс они гасят налоги вот на эту сумму. То есть чистыми деньгами человек получает 70 евро заработной платы. Всё равно мы должны искать у спонсоров, искать деньги для того, чтобы абилитологу… Вот у нас эти деньги получает абилитолог, человек, который занимается абилитацией тяжелобольных детей, и психолог, чтобы они могли… Ну мы даже по закону не можем такие деньги платить, потому что есть понятие минимальной заработной платы. Это очень интересно, потому что на оснащение армии, на оснащение лукашенковских отрядов какими-то светошумовыми гранатами, дубинками, обмундированием, казармами, освещением, огромные зарплаты, каждый из них получает до 3000 фунтов стерлингов в месяц. На оснащение этих людей деньги есть. А на то, чтобы дать деньги на детский хоспис, где больные дети учатся, да? То есть вот расскажите, может быть, о том хосписе, а вообще об его функциях. То есть я так понимаю, что хоспис в Гродно – это хоспис, куда идут дети с заболеваниями, с проблемами, да? На этих детей денег нет в государство. Мы работаем, ну, когда говорят, что вот мы работаем там здесь с инвалидностью, это правильно разграничить понятие, потому что степень инвалидности, она бывает разная у детей, бывают там ментальные и физические формы инвалидности, и бывают степени инвалидности, да? Так вот у нас самые тяжелые дети, которые имеют сочетанные формы инвалидности и которые имеют часто ментальные заболевания. Вот у этих детей такие диагнозы, которые существенно сокращают качество их жизни и срок их жизни. Понятно. А сколько человек таких детей у вас сейчас? У нас сейчас под опекой находится около 70 семей. Еще одним таким важным моментом, которого мы добились, но который является проблемным в оказании палеоативной помощи, является патологоанатомическое вскрытие детей после их смерти на дому. Мы придерживаемся тех стандартов, которые заложены в детскую палеоативную помощь, что ребенок должен умирать на дому. Если ребенок нуждается в сложном оборудовании медицинском, он должен получить это оборудование и находиться на дому. Не в специализированных учреждениях, не в больницах. Я вот такой пример всегда привожу, что какие бы золотые стены не были в больнице, какие бы игрушки не были бы в больнице, нет ничего лучше, чем старый диван или старая кровать, которая есть дома. Если бы у каждого из нас спросили, где бы мы хотели умирать, то я уверена, что каждый из нас сказал бы, да, я хотел бы, чтобы это было дома, в том месте, где я жил, чем в реанимационном отделении, где у тебя есть чужая койка, есть чужая тумбочка и рядом лежат люди. Поэтому мы очень стараемся, чтобы и у нас получается, чтобы палеоативные дети, если они переходят в терминальную стадию и умирают на дому, чтобы это происходило на дому, мы курируем эти процессы. И мы можем гордиться тем, что в городе Гродно с 2018 года нет ни одного вскрытия ребёнка после того, как он умер на дому, кроме двух случаев, когда этого захотели сами родители. То есть это очень важно, чтобы родители не проходили через эту процедуру недоверия к ним, тем, что они могли что-то сделать со своим ребёнком и ускорить его умирание. Это очень важно для родителей, потому что когда ребёнок умирает, это очень трудно, и они, ну и так в процессе этого горевания, а когда они осознают, что ещё подвергали сомнениям их честность и их такой правильный подход, и те ресурсы, которые у них были для того, чтобы ребёнка обеспечить, обеспечить тем, что они могли обеспечить. Вот когда приезжает милиция, следственный комитет приезжает, экспертиза приезжает, это, конечно, очень трудно. И вот нам... Родители хотят сделать как бы виновными по традиции в Беларуси, всех хотят сделать виновными. Ну, такая у нас система, что лучше перестраховаться, написать там лишние бумажки, сделать лишнее патологоанатомическое вскрытие, чтобы потом якобы чего бы и не вышло. Ну вот у нас, я должна признать, что у нас в Гродненской области мы довольно неплохо работали со Следственным комитетом и с милицией, и у нас как-то нам удавалось, и используя законодательную базу, нам удавалось объяснить и пояснить, чтобы таких патологоанатомических вскрытий не было. То есть это хороший результат. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а вот как образовался ваш хоспис, кому пришла в голову эта идея, и как долго этот хоспис уже работает? Мы работаем 13 лет. Это такая, ну, довольно личная такая история для меня. Я работала в центре реабилитации, вот, и параллельно работала в отделении реанимации в перинатального центра. И я вышла замуж, родила ребёнка, и я была таким очень активным человеком всегда. Тут меня посадили со своим ребёнком дома, и ко мне обращалось много мам, которые имели больных детей, там, проконсультировать, сказать что-то. То есть это на добровольном? Да, да, мы образовались в 2008 году, до 2015 года все мы работали как волонтёры, никто из нас не получал, ну, вообще никаких денег. То есть это и большинство людей, которые сейчас работают, вот нас... В это время, наверное, Лукашенко получал деньги из самых разнообразных источников, говоря о том, что он, наверное, вот тратит их на ваш хоспис. Вот я вполне могу себе так сказать. Ну, я не знаю, слушайте, он, может быть, и не в курсе вообще того существования в Гродно того хосписа, но я так думаю, с учётом того, как сейчас они в городе Гродно, у нас тут бывший министр здравоохранения Караник и бывший министр МВД Караев, как они сейчас стараются вывести, тут зачистить регион. Я не удивлюсь, что в скором времени тут с экранов телевизора Лукашенко будет рассказывать, что через детский хоспис там какие-то деньги на революцию отмывались. Это, ну, такие фантазии у этого государства, что тут можно ожидать всего, чего угодно, когда без зазрения совести, ну, убивают вот этого Романа Бондаренко и говорят, что у него алкоголь был в крови, то есть что там наркоманы-проститутки ходят. То есть, ну, сегодня я не знаю, чему тут уже не… Мне кажется, что редко есть чему удивиться нам сегодня всем. Ну, давайте вернёмся, наверное, вот к хоспису. То есть это вот на добровольческих, на добровольных вообще началах родителями основан был этот хоспис. Да, мы являемся общественной организацией. А какие средства вообще он существовал? У нас есть несколько путей привлечения денег. Это пожертвования, которые делают люди, и это спонсорская помощь, которую оказывает бизнес нам, частный бизнес. И у нас немножко, ну, не каждый год нам получается выигрывать проектные деньги. То есть таких три больших источника финансирования у нас есть. Какие проектные деньги? Откуда они берутся? В Европейский Союз иногда объявляет проекты. Вот посольство США, например, сейчас у нас длился проект, там сумма была около 20 тысяч евро длился проект на… То есть это деньги посольства США, деньги Европы, да, на которые… Да, у нас таких проектов немного. В основном это деньги как бы… В основном это деньги людей. Просто людей. Да. Деньги людей. Спасибо. Ну, я так и предполагала, что государство Беларусь к этому не имеет никакого отношения вообще особенно. Совершенно про вас забыла. А вот что сейчас за проблема? Что именно случилось? Ну, вот после той очередной проверки по анонимке я понимала, что… То есть это донос, да? Кто-то написал донос. Да, я так, ну, я знаете, как я так… Ну, кто-то написал анонимку, они решили провести проверку. Мы прошли эту проверку, опрашивали там сотрудников всех. Проверка чего? Проверка чего именно? Все финансовые деятельности организации, хозяйственные деятельности организации. Вот мы прошли эту проверку. И я после этого понимала, что, ну, как бы я такой человек, которым мне будет очень трудно смириться с той системой, которая есть. То есть я буду, у меня в планах было, как бы продвигать вот это вот, продвигать изменения законодательства не только для детей, но и для… В Беларуси есть тяжелая проблема то, что дети, которые достигают 18 лет, тяжелые дети, которые достигают 18 лет, у нас нет преемственности со взрослой службой. И я начала им рассказывать про то, что, ну, заранее, что вот это тоже является проблемой, и нам как-то эту проблему надо решать. И я понимала, что, в принципе-то я человек не очень удобный, и, ну, вот эти вот, это трудно довольно, эти проверки проходить. Я понимала, что, ну, для организации мой, мой склад характера, мое видение, как это должно быть. Я правильно понимаю, да, я просто хочу уточнить, то есть они вам не спасибо сказали за то, что вы занимаетесь всеми этими… Они сделали нам проверку, да. И пытаются вас за это еще покарать, сделать проверку, и пытаются вас закрыть. Ну, тогда в апреле месяце я пошла к губернатору, написала заявление, сказала, что если я вас не устраиваю, если я как, ну, я вот сделала то, что я сделала, организация на хорошем счету, у нас все хорошо с финансами, мы прошли эту проверку, то есть организация чистая. Найдите, пожалуйста, того директора, кто будет удобен вам, и, ну, не надо, не надо этого дела, которое тут создано, не надо его, ну, вот полностью под корень рубить. Поставьте человека, который мог бы, был бы и вам хорош, и мог бы руководить хосписом. Они попробовали поискать такого человека, на те, тот перечень функций, которые должен выполнять директор, на ту зарплату они не нашли, и сказали, как бы мне, ну, давайте попробуем, чтобы мы тут с вами какой-то компромисс искали. Вот, потом случился, вот эта вот история случилась, когда Бабарико решил выдвигаться в президенты, я очень долго думала, и как-то мне так, ну, душа лежала к тому, что я записалась в штаб, я была в инициативной группе Бабарико, я собирала подписи за него. Вот, потом я как-то думала, ну, наверное, может, ну, как бы хватит, я сделала столько, сколько я могла, но потом было вот это вот, ну, вот его посадили в тюрьму Бабарико, начались эти какие-то непонятные истории. А, знаете ли, преследовать за ваши политические убеждения с помощью, преследуют ваши... Я, знаете, как, я не смогла, ну, внутри пройти мимо того заклика, мимо того призыва, ну, к тому, чтобы, как бы, собиралось много независимых наблюдателей, и я за, там, 4 дня, наверное, до начала голосования, основного дня голосования, я подала эту заявку, я стала независимым наблюдателем. Я пришла, ну, я, ну, как-то представляла, что всё это плохо работает, но когда я своими глазами увидела, как всё это работает... То есть вы наблюдали, что выборы... Да, да, я была независимым наблюдателем, я написала жалобу в комиссию, я написала жалобу в прокуратуру, то есть я по-честному написала всё то, что, все те нарушения, которые я увидела. То есть все те нарушения, которые приказал делать Лукашенко, вы описали в письме? Отправила, да, отправила в прокуратуру, мне пришёл ответ, что нет, всё хорошо, ничего, никаких, ну, это такая, как бы, стандартная история, таких ответов пришло много другим независимым наблюдателям. Потом случилось вот это вот 9-е, 10-е, 11-е число, 10-го числа задержали, а у нас с психологом в хосписе работает женщина, у неё ребёнок с тяжёлой инвалидностью, она мамой одновременно является. Пожалуйста, вот, Оля, а может быть, вы скажете немножко, если эту информацию можно делиться, какого плана диагнозы у детей, которые у вас находятся? Ну, вот у нас дети с тяжёлой патологией нервной системы, это такие, ну, скинутые диагнозы, например, очень тяжёлая форма детского церебрального паралича, когда дети не видят, не слышат, они парализованы в своих действиях, и таких детей у нас очень много, и им требуется, для них требуется очень большая поддержка. Это человек у вас, этих детей. Вот если говорить, Беларусь, она не сильно отличается от других стран, это примерно где-то 80% от всех палеотивных детей. Дальше есть дети с генетической патологией, то есть это, ну, отдельные, выверенные такие генетические заболевания, где более-менее чётко можно понять, какие прогнозы есть у ребёнка, у этого. И есть дети с онкологическими заболеваниями, то есть это таких, ну, три больших группы у нас. То есть это на самом деле дети, которым нужна серьёзная помощь, серьёзная поддержка. То есть, ну, чтобы эту историю как бы сократить, в общем-то, на ваш хоспис накинулись службы проверки с какой целью, как вы думаете? Ну и дальше, дальше, когда вот после этого независимого наблюдения я вошла в, я, ну, наблюдала всё, что в Гродно происходит, и мы собрались с группой людей, мы создали в Гродно Совет народного доверия, сделали это совместно с органами местной власти, и на четыре дня город Гродно стал, ну, так многие говорят, первым вольным городом. У нас там депутаты выступали перед людьми, прямые трансляции были, это было какое-то просто потрясающее время, когда палатки у нас, будки гласности у нас были, когда люди записывали свои истории, то есть, ну, это было как-то очень, очень подъёмно. Вот, а потом началась такая большая жёсткая зачистка, закручивание гаек, нам запретили… А что вообще они стали делать? Арестовывать людей, давать им безумные штрафы, да? Да, ну, они били, арестовывали людей, нам запретили, да, нам запретили хоспису, они вообще запретили проводить все мероприятия, в том числе и благотворительные мероприятия, на мои запросы в исполком, можем ли мы провести мероприятие, никаких ответов не поступало. Ну, тогда я решила, что мы не будем, мы не нарушаем закон, мы не призываем ни к чему, мы будем, мы это мероприятие проведём, мы открыто, я написала в исполком такое письмо уведомительное, что мы такого-такого-такого числа в таких-то, таких-то, таких-то местах будем делать мероприятие благотворительное. А это мероприятие? Вы собирали деньги на хоспис, на детей? Мы будем, да, мы будем собирать, у нас родители делают поделки своими руками, и мы показываем эти поделки, и люди за это дают нам пожертвования, потом мы рассказывали про то, что нам нужны волонтёры, ну и вообще про хоспис рассказывали, листовки раздавали. И вот на первом этом мероприятии меня забрали, поместили в ИВС меня без изолятора временного содержания, тюрьма по-простому. То есть вас забрали с мероприятия, где вы продавали поделки? Ну, где мы, где я рассказывала про хоспис, чтобы собрать деньги для пожертвования. Вас оттуда поместили в тюрьму? Ну, в ИВС, меня забрали в ИВС. Изолятор временного содержания. Да, это такая, такой опыт у меня был такой, ну, поразительный, это то, что на всю жизнь остаётся с тобой, меня забрали в ИВС. А расскажите про этот изолятор, что вам там удалось пережить? Значит, там нарушается всё, что только может нарушаться, начиная... Скажите, потому что наши слушатели из Европы, а мы это видео переведём на разные языки, не понимают, что такое тюрьма в Беларуси в Гродно. Ну вот, мы проводили мероприятие в одном из дворов, к нам приехала не просто милиция, к нам приехал целый большой автобус ОМОНа. Это такие люди в чёрных, черепашки, люди в чёрных, они вышли, окружили это всё вот. Я сказала, ну, как бы успокойтесь, не надо никого тут трогать, вам надо, если вам надо, чтобы я проехала с вами, я с вами проеду, ну, поясню. Я им показала все бумаги, рассказала всё, они меня забрали, привезли меня в милицию, начали меня опрашивать в нарушение закона, я сказала, что мне нужен адвокат, что у меня есть адвокат. А что они там вообще меняли в виду? То есть они начали вас опрашивать по отношению к тому, что вы на ярмарке продавали... Они сказали, что это является несанкционированным мероприятием, то есть я нарушаю закон об массовых мероприятиях, когда потом начали меня спрашивать, веду ли я какие-то там чаты, являюсь ли я организатором чего-то. После этого я поняла, что, ну, потому что это влечёт за собой не просто административное правонарушение, это ведёт за собой уголовное правонарушение, и это довольно серьёзно. Я сказала, что я ни на что с вами, я ни про что говорить с вами не буду, мне нужен адвокат. Ну, они прекрасно мило посмеялись, я отказалась вообще на какие-то вопросы отвечать, они сами составили этот протокол, не зачитывая... Написали протокол от вашего имени. Да, сами, сами написали протокол. А что там написали? Я не знаю, я отказалась читать, подписывать, я сказала, что я в том, чего я не понимаю, и без адвоката я участвовать не буду. Потом мне сказали, ну, хорошо, значит, снимай, у меня кроссовки были, снимай шнурки, снимай там кольца, у меня тут, ну, вот такие эти, белая ленточка была, снимай, значит, серёжки, всё снимай с себя, и они меня ведут, это шнурки с брюк снимать, и они меня, значит, должны... Ну, мы поведём тебя в этот изолятор. А к этому времени мне нашли, пока тут это всё тянулось, мне нашли адвоката, адвокат прибежала, пока она пошла выяснять, что всё-таки происходит с начальником милиции, меня завели в изолятор, спустили. Я говорила, подождите, ко мне же адвокат пришла, но надо подождать, как-то разобраться. Они сказали нет, вывели меня в изолятор, спустили меня в такое подвальное помещение, сказали, ну, там, доставили меня, вот это вот там двери такие переходные есть, там на камеру мне нужно было сказать, как меня зовут, понимаю ли я, что со мной происходит. Значит, коронавирус в стране никто не... ну, там, ни про температуру, ни про самочувствие, есть у меня там, не знаю, может, у меня там вши какие-то или инфекционные заболевания у меня, откуда они знают? То есть никто не спрашивает, медики не осматривают, значит, оформили там какие-то документы, написали там что-то. Была женщина-следователь, которая сказала мне, эти мужчины вышли, женщина-следователь сказала мне раздеваться, да, гола, раздеваться. Раздели до гола. Да, раздеваться. Да, и послушайте, это как-то... мне так сначала казалось, что это так унизительно, но потом, когда ты понимаешь, что с другими людьми делали гораздо худшие вещи, делали, ну, то ты понимаешь, что как бы ты легко отделался. То есть, ну, раздеться до гола – это ничего не значит. Значит, вот, потом, ну, посмотрели, что у меня, спросили, есть ли у меня татуировки, я говорю, у меня нет татуировок, они говорят, как нет татуировок, ну, какие-то странные такие вещи. Потом дали мне эту одежду, я оделась, привели меня в такое помещение тёмное, где просто сброшены эти все матрасы, непонятно, какого они года, кто на них спал. Когда эти матрасы обрабатывали, сказали, бери себе, выбирай матрас себе, ну, дали мне этот матрас, сделали мне большую ласку, наверное, может, глаза мои увидели огромное, дали мне новое постельное бельё, это одна простыня, матрас у тебя есть и одна простыня, и наволочка. И, то есть, ты выбирай, и одеяло дали, и ты должен выбирать, то есть, или ты эту простыню положишь на этот очень, ну, простите, вонючий матрас, и будешь накрываться тем одеялом, которое, ну, тоже неизвестно какое, или ты ложишься на этот матрас вонючий, но накрываешься, то есть, ну, у тебя одна простыня, или ты её на низ кладёшь, или ты её наверх, то есть, ну, тебе нужно выбирать. Привели меня на второй этаж, там такое здание в коричневых таких оттенках, камеры нормальные, натуральные камеры, привели меня туда, там было две девушки, такая двухкомнатные апартаменты, я была третьим человеком, я послала там такой, ну, на полу послала этот матрас, я... То есть, на полу ни кровати, ничего? Нет, ни кровати, ну, это было занято теми двумя девушками на кровати, там было две кровати, такая двухъярусная кровать была, ну, я положила там то, что мне дали на полу, вот, ну, и всё на этом, как бы с утра в шесть утра подъём, горит постоянно свет, то есть, такой, ну, довольно яркий такой свет, неважно, можешь ты спать со светом, не можешь, каждые 15 минут пикает какой-то там звонок у них, от них поднимается вот эта вот штука, они смотрят, чтобы, то есть, каждые, даже если ты пробуешь уснуть, каждые 15 минут, то есть, ну, что-то вот такое... Это ночь отсутствием сна, по большому счёту. Первую ночь очень трудно к этому, ну, как бы, очень трудно к этому привыкнуть, но я вот не спала, но когда я услышала, когда вот эти сокамерницы две, они храпели, и мне так стало, честно, так легче, потому что я подумала, ой, ну, здесь тоже жизнь есть, то есть, люди, и вот, и в таких условиях люди могут жить, а люди 9-го, 10-го числа были в гораздо худших условиях, то есть, у меня вот эта вот мысль о том, что, ну, мне досталось не так, как этим людям, даже, может, вина у меня какая-то была, что, ну, что я прохожу через меньшее испытание, чем они, вот она меня как-то, ну, воодушевляла. Потом в 6 утра подъём тебе дают в кружке какой-то, ну, чай горячий дают тебе и ломтик такой белого батона, белого хлеба, это и есть завтрак. Потом к 10 утра где-то они приходят осматривать вот эту вот камеру, чтобы там подкопник какой, ну, они что-то там ищут. Когда тебе до гола разделишь, что ты можешь туда пронести, это неважно, они тебя осматривают, выходят все вот эти вот люди, которые в этом ИВСе находятся, выходят из камеры, становятся лицом к стене, руки закладывают, ну, ты как натуральный преступник, ты просто себе, ты ничего не сделал в этой жизни, ты чувствуешь себя как, ну, рецидивист какой-то. То есть ты не осуждён, приглашен? Нет, нет, ничего, ничего, ты даже неподозреваемый. Но ты уже в камере, где должен сидеть преступник, и к тебе относятся точно так же, как будто ты настоящий преступник. Да, вот, ну, и, значит, потом заводят себя назад, вода, ну, мне повезло в камере, то есть там ничего не текло, чтобы дойти до унитаза, ты можешь сделать два шага, приватности никакой, личных границ никаких с другими закамерницами. Потом наступает обед, тебе приносят какой-то суп с крупой, которая не сварена, и картошкой, котлета, которая состоит из хлеба, и там ещё какая-то крупа. Вода, никакого питья нет, помещение не проведет, что-что? Воды вам давали? Нет, никакой воды, даётся одна маска и перчатки, и ты её одеваешь тогда, когда ты выходишь из камеры, и это является не твоей защитой, а это так защищаются работники этого ИВСа. Ну, еда, еда я не знаю какая, если думать про Вторую мировую войну, то, наверное, это было бы за счастье, но, наверное, у нас не Вторая мировая война, наверное, у нас нет такого профицита продуктов, чтобы так кормить людей. Я, когда вышла из ИВСа, я написала в санстанцию жалобу. Сколько времени вы там пробыли? Я сутки там пробыла, меня в пятницу, да, меня в пятницу к четырём часам вывезли тайно, организовали мне машину легко, потому что обычно людей из ИВСа везут в такой большой машине, Бобик называется, такая как грузовая машина с клеткой, там клетка, и ты сидишь как преступник, тебя в суд привозят. Меня вывезли на легковой машине, сказали мне вот так вот пригнуться, и на огромной... А что там не было видно? Да, потому что люди с 10 утра в суде ждали, когда меня привезут. То есть там адвокат? Да, было много людей, которые ждали, которые хотели меня поддержать. Родители детей из хосписа звонили туда, они, ну, там такие злые были, там их люди достали в этом ИВСе, чтобы меня выпустили. Вот поэтому меня, ну, я считаю, что это только вот эта вот такая поддержка людская. Да, меня выпустили, меня выпустили только поэтому, потому что я знаю, что из РОВД, вот из этого ИВСа, где я, из РОВД где этот ИВС находится. Давайте, может быть, расскажем. Это милиция, это районный отдел внутренних дел, это районная милиция, и вот при этой районной милиции находится этот изолятор. Вот, я знаю, что из этого, из этой милиции ездили в суд, просили, чтобы мне дали 15 суток. Ну, я там, по их мнению, натворила делов на то, чтобы сидеть в таких условиях 15 суток. Вот, и мне это голову пригнули. 15, тюремное заключение? Ну, 15 суток, да. Ну, слушайте, это... А родители отстояли, сказали, чтобы вам их не давали? Ну, не то, все люди, очень много людей звонило. И вас, для того, чтобы вам не давать эти 15 суток, и чтобы... Ну, осудить меня надо было. Они вас повезли так, чтобы... Суд. Повезли. На огромной... Это как в фильмах, знаете, на огромной скорости голову мне сказали пригнуть, и на огромной скорости пронеслись мимо этого здания, где люди стояли, я их видела, этих людей. Вот, привезли меня, я им так сказала, говорю, ну, послушайте, хорошо, мы выезжаем из этой милиции какими-то подземными тропами, говорю, но героев-то в суд везут через парадный вход, и говорю, ну, давайте хотя бы в суд зайдем через парадный вход. Ну, меня в суд привезли тоже через задние какие-то там помещения, там есть отдельная лестница, куда поднимают людей, которые... Это мне напоминает в Лондон Тауэр, есть такая Трейдерс Гейт, туда, куда заводили преступников, чтобы можно было только с реки на лодке туда заплыть. Ну, это какая-то... То есть там, ну, никто не может туда, невозможно увидеть, то есть меня завели туда, и я... Ну, мы приходим туда, и я говорю, а где мой адвокат? Почему адвокат не знает, что будет судебное заседание? Ну, они делают вид, что они ничего не знают, не слышат ничего. Поэтому начался этот судебный процесс, и, ну, судья там начал спрашивать что-то у меня, а я говорю, послушайте, я хочу, чтобы пришел адвокат. И он, ну, как бы, и на этом все застопорилось. Потому что, ну, уже до того дойти, чтобы судить без адвокатов, мы еще в Беларуси к этому не пришли, то есть еще они вот этого права, они придерживаются. То есть если ты требуешь адвоката, то судьи еще номинально придерживаются этого. Вот. И он сказал, хорошо, сколько вам нужно времени, чтобы адвоката позвать? Я говорю, если сотрудники милиции дадут мне позвонить мужу, то это будет быстро. Вот. Они там долго, эти сотрудники милиции, упирались очень долго, но все-таки дали мне телефон, я позвонила мужу, он позвонил адвокату, и в течение, ну, так близко к часу приехал адвокат, муж приехал, много людей приехало, приехали журналисты. Вот. И так, ну, такой интересный момент был, когда уже час подходил к концу, и, ну, вот эти милиционеры, которые привезли меня, сидят и говорят, ну, что, все вас бросили, никому вы не нужны. Я, ну, так сижу, и на самом деле грустно очень было, потому что я, ну, как-то так думала, что, ну, не удается людям приехать, наверное, ничего не получится, меня как бы осудят и назад повезут, потому что я настраивалась на этих 15 суток. И вот буквально там за 5 минут до окончания этого часа приехал вот муж, приехали люди, и вот эта вот поддержка людей, это, конечно, когда ты это чувствуешь, это что-то невероятное. Просто когда ты понимаешь, что ты вот в этом безумии, которое творится сегодня, это просто безумие, которое творится в Беларуси, что ты не один, и что рядом с тобой есть те люди, которые поддержат себя и словом, и делом, и часто тебе говорить ничего не надо, а люди просто сделают, ты даже подумать не успеешь, ну, что тебе надо, а люди вот угадают это и сделают себе. Вот, ну, потом был суд, свидетелем выступал милиционер, у него там спрашивали какие-то вопросы, он в этих вопросах путался, ну, это такая обычная история, когда у меня хотя бы видно было этого свидетеля, бывает так, что эти свидетели под вымышленными именами, вскрытыми лицами в Беларуси эти судебные процессы проходят, вот, ну, судья дал мне штраф 15 базовых величин, это больше чем... Какое 15 базовых величин, это 15 минимальных зарплат, да? Нет, это, ну, в Беларуси есть, то есть штрафы назначаются в базовых величинах, есть такая система расчёта, это одна базовая величина равна примерно 8 евро, наверное, 25-26 рублей, это около 8 евро. Вот, мне дали... Это за 5 штрафу получилось. Да, мне дали штраф, который больше, чем половина моей заработной платы. Ну, дали штрафы, наверное, я была... Да, это несправедливо, потому что я не нарушила никакой закон, я не участвовала ни в каких несанкционированных массовых мероприятиях. А 130 евро мне люди пишут, 130 евро. То есть вы... 405 рублей мне дали штраф, а моя зарплата 680 рублей. То есть 405 рублей мне дали... То есть сколько это получается в евро? Давайте быстренько... Ну, вот 405 нужно грубо поделить на 3. 135 евро, это получается у вас зарплата, да? Нет, это штраф. Штраф 135, а зарплата у вас примерно... Ну, вот 680 надо поделить на 3. 225, наверное. Где-то так, 227 евро. Вот, 227. 227 евро у вас зарплата за то, что вы работаете в хосписе с больными детьми, за ними ухаживаете, организовываете, им досуг, помогаете родителям. Вас при этом за то, что вы пытаетесь деньги собрать для хосписа, хватают на улице, везут в тюрьму, осуждают и дают 130 евро штрафу. Ваша зарплата 227 евро. Ну, у меня такая зарплата средняя, в принципе, на неё можно... Ну, как бы мы всегда так не сильно... Ну, на неё можно жить, на эти деньги. Ну, это радостно, что на неё можно хоть как-то жить. У нас, как бы, муж есть. Наношуя несправедливость, что человека в Беларуси, который делает доброе дело, помогает детям, устраивает вообще жизнь, облегчает жизнь другим матерям, у которых больные дети, можно вот так схватить, осудить и дать какой-то абсолютно безумный штраф. А что вот с хосписом? Что дальше случилось? Ну, и дальше всё поехало, как бы, по накатанной, пришёл... А ещё у нас параллельно шло... У нас помещение было, где волонтёры наши шили противочумные костюмы и бесплатно раздавали их медикам, потому что, ну, был этот колит. То есть, давали медикам возможность... Да, мы бесплатно... К нам у нас волонтёрство... У нас была небольшая... Ну, как бы, мы умеем собирать возле себя людей. Мне интересно, Оля, узнать, сколько денег Лукашенко взял из Европы, под то, что они закупили коронавирусные костюмы. Хотя вы шили сами для медиков. Я не знаю. Ну, знаете как, я чужие деньги не считаю. То есть мы... Нет, это очень важно, потому что у нас в Европе нет понимания того, что Лукашенко просто крадёт деньги европейских налогоплательщиков. Я знаю, что у нас пришло к нам... Пришло к нам очень много людей, волонтёров, которые объединились с нашими волонтёрами, которые были в хосписе. Среди этих волонтёров были люди с инвалидностью. Они объединились в хорошую сплочённую группу. Они вместе шили маски, халаты, противочёмные костюмы, бахилы и шапочки. И бесплатно раздавали это людям, которые... Медикам раздавали. Вот. После того, как всё это поехало, в сентябре у нас арендодатель, который нам давал это помещение, чтобы там волонтёры собирались, он поменял замки. Мы просто не смогли... В какой-то день мы просто не смогли туда попасть. То есть помещение, где вы помогали людям шить костюмы, мы просто не смогли. Вся трагичность была в том, что... А там мыши были в этом помещении, мы не знали, как от них избавиться. И мы решили, что мы можем сделать хорошее дело, и мы взяли из приюта кота. Там кота этого должны были усыплять, и мы изобрали этого кота, чтобы он как бы и кота спасти. И он нам... Честно, пока он там находился, он решил нам этот вопрос с мышами. И мы так любим, чтобы было... Ну, чтобы было много полезностей сразу на одном деле. И они закрыли этого кота в том помещении. Закрыли кота в помещении. Да, да. Три с половиной часа у меня ушло на разговор с заместителем начальника милиции, криминальной милиции. Три с половиной часа я с ним разговаривала, чтобы они открыли нам эти помещения, чтобы мы могли этого кота оттуда достать. Он говорил, что мы боимся провокаций. Там женщины пожилого возраста волонцов. Провокации инвалидов, пожилых женщин. Да, что мы займём это помещение, приковаем себя цепями. Не знаю, что они думали. Вот, значит, они нам это помещение открыли. Мы этого кота забрали. Вывезли часть того, что там у нас было. Личные вещи волонтёры смогли забрать, потому что они не давали забрать личные вещи волонтёров. Закрыли нам это помещение. И с 29 сентября у нас нету доступа к тем вещам, которые там у нас остались. И там осталась часть документов хосписа. Значит, 22 октября, ну, это там через какой-то месяц, вот тут меня забрали 15 октября, 22 октября мы получаем письмо от второго арендодателя, который тоже разрывает с нами договор аренды, мотивируя это тем, что вот в декабре месяце какой-то, они предполагают, что будет рост заболеваний ковидом, и поликлинике нужно будет, а мы арендуем на базе поликлиники помещение, что поликлинике нужно будет это помещение для того, чтобы там, ну, что-то там делать. И в этот же день вот... И подпишения для больных детей? Да, они забирают, понимаете, вся... Ну, как бы мне очень за это помещение... Мне тяжело очень будет... Я не знаю, как мы с ним расстанемся, потому что когда мы туда пришли, там на полу был песок. То есть мы привели... Мы это помещение отремонтировали. Полностью на благотворительные деньги. Там сенсорная комната, аналогов которой практически нет в Беларуси. То есть туда столько положено здоровья, ума, времени. Дети, я хочу просто объяснить для людей, сенсорные, где дети обучаются, да? Да, сенсорным навыкам. То есть они... Сенсорным навыкам, это они что-то могут там брать, да, разные текстуры. Ну вот, да, эти дети, они сами не могут двигаться, и всё как бы так, как они исследуют, они не могут видеть, они не могут большинство из них слышать. Всё, что у них осталось, это у них осталась чувствительность. То есть мы можем в головной мозг попасть только через их пальчики. И вот это вот сенсорное восприятие, сенсорная тактильность, настраивание этой сенсорной диеты правильной, оно позволяет нам хоть как-то, хоть какими-то самимильными шагами этого ребёнка двигать, потому что ребёнок есть ребёнок, и детство у него, ну, есть такое, какое оно есть. Мы на ребёнка смотрим, как на ребёнка. Да, мы не смотрим на ребёнка, как на набор диагнозов, мы смотрим на него, как на личность. То есть для нас это личность, которую прежде чем дотронуться до этого ребёнка, мы должны подойти, познакомиться, спросить, можно я там потрогаю твою правую руку, а можно я сейчас потрогаю твою левую руку. Мы, неважно, что он не может нам ответить, но мы должны к нему относиться как личности к этому ребёнку. Вот, и для нас, для меня, ну, особенно будет очень тяжело, я не знаю, что мы, если мы это не отстоим, я не знаю, как это будет, как мы сможем с этим помещением проститься, потому что это будет трудно. Вот, и одновременно в этот же день к нам пришла финансовая милиция под видом того, что хоспис не платит налоги. А что значит хоспис не платит налоги? Единственным налогом, который платит хоспис, является подоходный налог с заработной платы людей. То есть, например, есть какая-то, ну, какая-то сумма. Это бизнес какой-то? Нет, но в Беларуси это обязательно, то есть мы не являемся какими-то там, у нас нет никаких налоговых преференций, мы должны платить налоги с заработной платы. Государство вам предоставляет возможность работать и говорить спасибо, что вы работаете с детьми, а это вы пытаетесь у государства отстоять право, чтобы помогать детям. Это правда. вы пытает и требует с вас денег. То есть, это, понимаете, это настолько, как бы, это настолько глупая история сказать, что хоспис не платит налоги, потому что мы не можем не платить налоги, потому что, ну, никто себе не враг. Это, ну, какая-то просто элементарная история. Насчитать этих 13% заработной платы. Больше того, у нас как-то бухгалтеры, я люблю, чтобы мы всегда чуть-чуть переплатили, чтобы у нас, ну, мы всегда были подстрахованы. То есть, вы на всякий случай откупаетесь от государства. Мы немножко, да, чтобы у нас на всякий случай был, ну, я люблю, чтобы мы были подстрахованы. И, значит, под этим видом они забирают у нас документы, забирают мой блокнот, компьютеры забирают и начинают проводить проверку заново по всем тем вопросам, которые они провели весной. А, и вот это вот, то, что они пришли к нам, якобы то, что мы не платим налоги, это тоже по анонимному сообщению. Это вот второе анонимное сообщение. Они придумали предлог, по которым прийти и устроить вам непонятности. Да, понимаете, но просто законом. Вы участвовали в выборах и, видимо, участвовали вот в каких-то волонтерских комиссиях по правилам. Ну, я сделала хуже, я сделала хуже, я участвовала в этой, в этом Совете народного доверия, они считают, что я призывала к забастовкам, я призывала к свержению власти. Но, вы знаете, было бы сложно не призывать к той власти, которая не даёт... Слушайте, абсолютно... Вы знаете, я очень согласна с этим. Ну, то, что происходит, а как можно соглашаться с этим? Да, я хочу, чтобы власть, ну, как положено, по конституции, чтобы власть была сменяемой. Но я не хочу ничего больше, просто конституция, чтобы соблюдалась. Ваши политические... Гражданские мои политические... Да, это... Ну, это... Бегли в разлез с политикой, грабительской политикой Лукашенко, которая не гнушается ничем, даже деньгами за больных детей, которые никому ничем не вредят. Ну, слушайте, мы на самом деле, ну, как бы, нас же там денег-то немного совсем. Ну, абсолютно немного. Здесь сам факт, что вот такое замечательное мероприятие, которое даёт детям вообще шанс на какое-то детство и родителям, и вообще даёт обществу возможность дать что-то детям и помочь, эта организация закрывается, на неё нападают, её специально проверяют. Понимаете, просто весь абсурд того, что нельзя проверять одну и ту же, один и тот же вопрос, вопрос за один и тот же период дважды. Ну, это какое-то золотое правило, но сегодня правила сломались, ну, ничего не работает. То есть они просто, ну, вот они решили, что вам нужно организовать максимум неприятностей. И каковы результаты? Их вот, они пытались организовать неприятностей. К чему это пришло? По-третьему кругу вызывают родителей на опросы, по-третьему, четвёртому кругу вызывают сотрудников на опросы, рассылают письма, ну, это какая-то стандартная такая. Они всё то же самое делали и в прошлый раз. В нарушение закона рассылают какие-то письма. Вот юристы проанализировали это всё, нашли то, что ДФР, та служба, которая должна контролировать, соблюдать... ДФР. Это финансовая полиция. Они должны контролировать соблюдение закона организациями, вот они, ну, полностью нарушают это всё. Ну, приведёт это к чему? Приведёт это к тому, они треть по треть... Например, они опрашивают родителей по телефону, составляют протокол, привозят его к родителям под подъезд, те, не читая, подписывают. А что в протоколе? Никто не знает. Мой адвокат не может по сегодняшний день добиться вообще, чтобы они хотя бы показали, что происходит. Ну, то есть им дана команда состряпать уголовное дело, и состряпать уголовное дело не одно. То есть они должны выполнять уголовным делам? То есть они это... Ну, они это сделают, как это говорят. А на кого именно они... На меня. Ну, как таково. Я причина. Это, знаете, как у графа Монте-Касси, Монте-Кристо в замок... в узник замка Ив. Иногда состав преступления не важен. Вот это та история, когда, ну, нету, нету ничего. Состава преступления нет? Нет, но... Надо посадить вас в тюрьму. Но человек там сколько тот, главный герой просидел, этот граф Монте-Кристо, он сколько... Я забыла, ну, выскочила. Он там сколько, 20 лет просидел в этой тюрьме? Да, что-то типа 15-10, кто помнит, я не помню, сколько он там сидел. Ну, да, как-то... Ну, вот я не очень помню, я один раз читала, я не очень помню... Узник замка Ив. Я не очень помню, как актёров, ну, как персонажа зовут, но вот мне очень эта фраза запомнилась, когда они там сидели, вдвоём говорили. Он сказал, говорит, иногда состав преступления не важен. 14 лет сидела голографом. Да, ну вот. Спасибо. Состав преступления не важен иногда, поэтому это вот, ну, вот такая история. Кошмар. Но результат такой, что закрытое помещение, да? То есть дети не могут... А у нас есть... У нас есть... Тут за 13 лет мы, мне кажется, хорошо работали. У нас... Мы в этом году, я... Вот перед этими выборами я очень спешила, потому что... Ну, все спешили, потому что понимали, что что-то будет, но никто не знал, что до такой степени всё плохо будет. Мы при церкви православной открыли палеотивный центр. Небольшое помещение на 140 квадратов и оборудовали его очень хорошими средствами абилитации, очень хорошим оборудованием. Вот. И сегодня дети находятся... Этого, конечно, очень мало. Это очень... Ну, стеснены они там в условиях. Но сегодня дети находятся там. И мы очень стараемся, и сотрудники стараются работать в штатном режиме. То есть оказывать помощь так, как это положено, несмотря на вот эти дёргания из этой финансовой милиции, несмотря на все эти новости, которые о воскресенье происходят. «Мы очень стараемся работать в штатном режиме». И вот с этой историей очень много людей приносят нам лекарства, питание приносят, очень много людей поддерживают. Вы работаете на общественных началах с помощью населения, а правительство вам мешает. Очень много людей нам помогает. Огромно им без них. Я всегда говорила, что хоспис возникает там, где люди к этому готовы, и хоспис может работать там, где люди к этому готовы. Без людей... Ну, просто ничего не может получиться. Спасибо, Оля, большое, что вы нам рассказали свою историю, потому что, ну, видимо, история, к сожалению, не закончена, и вы продолжаете борьбу, и мы будем вам помогать, чем сможем. И я думаю, что вот сегодня, кто пришёл сегодня на эфир, может быть, вы хотите задать какие-то вопросы? Шокирующая совершенно ситуация с хосписом. Ну, я скажу, что, может быть, нет, по сравнению с тем, что вот сегодня какие новости из Минска приходят. Как-то всё... Ну, да, да, конечно, конечно. Всё относительно. Относительно, да. Ну, вопросов пока нет, потому что люди просто, видимо, задумались, и действительно это ужасно, но финансовое преступление Лукашенко и его режима, я считаю, что это финансовое преступление по отношению к вам, к больным детям, по отношению к той организации, которую вы представляете, по отношению ко всему тому, что вы сделали, брать из Европы деньги на всё, что угодно, включая, видимо, и заботу о детях и на больнице, при этом забирая просто их себе, не давая ничего никаким детям, это, конечно же, финансовое преступление. Это преступление режима, так я это сегодня ответила. Ну, мы постараемся побороться, может, люди нам помогут при помощи поддержки вот этих писем, мы попробуем отстоять, потому что я поставила очень-очень много, я поставила за ту свободу, ну, у меня очень много на карте стоит, моя свобода, благополучие моих детей, которых тоже пытались, кстати, изъять, у нас тут у меня была история с тем, что они попробовали со школы зайти, они решили усомниться в том, хорошая я мама или нет, вот, то есть, ну, вот у меня я тоже подвергалась давлению. Да, это у нас будет, наверное, ещё один эфир, потому что я хочу специально сделать эфир и рассказать миру о том, как у матерей под давлением режима, под давлением на их политические взгляды пытаются забрать и изъять детей. Был такой забавный случай в милиции, в этой матерей, у которых несовершеннолетние дети не могут забрать в ИВС, не могут в тюрьму забрать. Я сказала им, вы не можете меня забрать в ИВС, потому что у меня двое несовершеннолетних детей. Мне был очень короткий ответ, если вы не справляетесь со своими родительскими обязанностями, у нас работает прекрасно служба опеки. То есть служба опеки является... Да, прекрасно работает. Чтобы нужно было без суда. В ИВС посидеть, да, чтобы мать могла посидеть в ИВС, у нас служба опеки прекрасно работает. Вот такой мне ответ был дан в милиции. Нету дна. Вот ребята говорят, что нету дна у этого режима. Я соглашаюсь. Они настолько за 26 лет привыкли быть безнаказанными, просто безнаказанными. Они не чувствуют никакой ответственности перед собой. Они делают, что хотят. Что угодно, выполняя преступные приказы в стране полной правовой. Ну что ж, Оля, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Я думаю, что мы закончим нашу запись на сегодня. Я хочу вас отпустить. Спасибо огромное за ваш рассказ. Вам спасибо, что послушали. С удовольствием послушаем. Мы с удовольствием всему миру на разных языках расскажем и переведем, потому что это нельзя оставлять безнаказанным. И такое отношение к детям оставлять безнаказанным нельзя. Я бы очень вас попросила, Оля, может быть, вы прислали бы фотографии детей, мы бы потом их вот к этому видео, наверное, ну или какие-то, если можно. Можно у нас, мы у нас в социальных сетях есть очень много фотографий. Мы каждый день рассказываем, у нас каждый день новость какая-то есть. Ссылки, ссылки. Хорошо, хорошо. Всего доброго, дорогие друзья. Большое вам спасибо. С вами была Вера Хортон и Белл Диаспора ТВ. Спасибо вам всем за внимание. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...